Дорожная полиция Ямала Дорожная полиция Ямала На улице 26 съезда КПСС загорелся легковой автомобиль Два экипажа в составе 9 человек справились с задачей за 6 минут Однако площадь повреждения оказалась значительной Огонь привел в негодность узлы и агрегаты моторного отсека Причины пожара устанавливаются В Югре поймали кладмена, который планировал привезти на Ямал более 10 килограммов наркотиков Зломышленника задержали в Сургутском районе Его машина была напичкана запрещенкой Там нашли около 2 килограммов марихуаны, гашиша, опия и кокаина После проверки оперативники нашли оставшуюся заначку кладмена Общий вес всех наркотиков составил более 10 килограммов В их числе около 3 килограммов марихуаны и 7,5 килограмма гашиша Все это 46-летний мужчина планировал сбыть на Ямале А через Хмао проходила транспортировка зелья В отношении наркозбытчика завели уголовное дело по 228-й статье Сейчас его заключили под стражу в Сургуте Сообщили в ОМВД России по Хмао-Югре Полиция Салихарда поймала мошенника из Бла-Блакар Который оставил жительницу окружной столицы без денег История началась еще в октябре прошлого года Жительница Салихарда, будучи в Москве, заказала в Бла-Блакар машину до другого города Она созвонилась с водителем, который скинул ей ссылку на оплату проезда Северянка ввела свои данные и через мгновение с ее счета Несколькими платежами списали деньги Всего у Северянки пропало более 30 тысяч рублей В ноябре жительница Ямала обратилась в полицию И по этому факту возбудили уголовное дело за мошенничество Позже полиция окружной столицы нашла злоумышленника Им оказался 24-летний житель Липецкой области, который уже имел опыт мошенничества В настоящий момент ему дали подписку о невыезде А тем временем ямальцы попадаются и на всем знакомые схемы мошенничества Жительнице Ноябрьска позвонил незнакомец Представился сотрудником полиции и убедил следовать его инструкции В итоге Ноябрянка оформила кредиты и перечислила аферистам почти 900 тысяч рублей По этому факту возбуждено уголовное дело Также мошенники стали действовать в сети от имени «Газпрома» В интернете среди ямальских пользователей распространяют рекламу Где участникам специальной программы обещают выплаты от 40 тысяч рублей Для убедительности это все подается под соусом известной компании «Газпрома» Якобы вложившись, участники смогут выйти в плюс и получить деньги «Нет нищете», — гласит реклама Однако это все мошенники Об этом говорится как в отзывах в открытых источниках Так и на официальном сайте «Газпром Инвест» Ноябрянин отправится в колонию за избиение полицейского, сообщает ямальский следком В сентябре прошлого года местная полиция выехала на адрес После жалоб местных жителей на пьяного соседа и его громкую музыку При задержании мужчина не только сопротивлялся, но и вступил в драку с полицейским При этом агрессивный меломан нанес несколько ударов ногой по рукам и ногам сотруднику полиции Как выяснилось, в ходе следствия мужчина уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности Суд вынес решение В ближайшие три с половиной года буйный нарушитель закона проведет в колонии строгого режима К этому часу у меня все новости Будьте внимательны, на дорогах берегите себя и окружающих До встречи в эфире Там, где нужен свет и электричество, там используется качественный кабель В магазине Камкабель вы найдете лампочки, кабель-каналы, электроинструменты, щиты, счетчики, прожекторы, трубы для прокладки кабеля и многое другое Звездная 15. Торговый дом Альянс